Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Так, у меня не так много времени, поэтому я, в общем, как села за съемку видео, я стараюсь весь материал свой отснять. Сегодня тема видео. Я похожее видео на такую тематику снимала, наверное, месяцев 8 назад. И поняла, что у меня накопилось достаточно много тоже направлений, то есть я не буду перечислять именно весь список товаров, на что я не трачу деньги. На это уйдет очень много времени. Но именно по направлениям я хочу поделиться просто своим каким-то мнением, своими взглядами, на что я не готова тратить деньги. И первое, с чего я начну, со что я не готова переплачивать, это за минимализм и отсутствие цветового шума. Что я имею в виду? Я всеми руками за порядок, за расхламление пространства. Я регулярно это делаю, все там вычищаю. Так мне потом в дальнейшем легче в плане уборки. Но здесь какой момент? Если, например, говорить про кухню, например, те же губки для мытья посуды, которые просто всех цветов радуги, ну такие самые обычные, которые, ну такие вырви глаз. И есть, конечно, сейчас тоже и на маркетплейсах большое количество, большой выбор кубок, которые будут таких пастельных оттенков, которые не будут как-то бросаться сильно в глаза. Там белые, серые, черные. Но они стоят как одна целая упаковка, а то даже и в 2-3 раза дороже. И вот за это я переплачивать не готова. Возможно, они выполняют еще какую-то там функцию, например, они хорошо там жир удаляют. И еще вот в плане кухни я не готова переплачивать за стеклянную посуду для круп и специй. Когда пошло вот это все направление с точки зрения эстетики, чтобы это было все так красиво, аккуратно, подписано единым шрифтом, я тоже на это все повелась. Я купила фамилии две банки, они до сих пор у нас стоят вместительные, герметичные, все хорошо. Но потом я поняла, что, наверное, это не совсем для нас. Ну я сразу такая думаю, вот хорошо, у нас под каждую крупу, там под макаронные изделия, своя емкость. А что если мы, допустим, купим, то что-то новое попробовать. И тогда получается все красиво, а здесь будет заводской упаковки. Опять все так выделяется. Потом, если какая-то крупа закончилась, пустая банка, ее тоже надо где-то хранить. Еще в плане уборки, чтобы, например, купить крупу старая, если осталось, чуть-чуть высыпается, ну все это моется, высыпается, засыпается новая. И старая сверху, чтобы она не залеживалась там внизу. То есть вот в плане уборки на это тоже нужно время. Еще такие моменты, что нужно знать, какая крупа сколько готовится. А если это какая-нибудь крупа, которая редко используется, я, например, не могу прям все запомнить. Поэтому я поняла, что для меня намного проще хранить все в заводской упаковке. Видно, какая крупа, что сколько готовится, срок годности закончилась, выбрасывается упаковка, покупается там следующее. И хранится это все в таком пластиковом контейнере вместительном, который я покупала в фикс-прайсе. Покупали их, по-моему, два. И вот в один пока все умещается. Также и со специями, например. Я не вижу смысла покупать какие-то специальные баночки. Все только ради красоты, чтобы это все было так аккуратно. Специи у меня тут рядом. Вот такой обычный контейнер. И здесь просто все специи лежат. Тоже все видно. Все закрыто. В общем, на меня вот это вот никак не напрягает, например. Особенно если это какие-то... У вас много шкафов закрытых. Это все лежит внутри. И тоже ничего не видно. То вообще не вижу в этом проблемы. А следующий пункт. Это не покупать все многоразовое. Здесь, наверное, меня сейчас сторонники сохранности окружающей среды закидают камнями. Но использовать многоразовые средства гигиены. Там, не знаю, многоразовые прокладки. Менструальные чаши. Я пробовала, но мне это не подошло. Оказывается, есть многоразовые ватные палочки. То есть для меня это все такое, что должно быть одноразово. Например, вот еще есть металлические или бамбуковые трубочки для питья. И я не представляю. Ну, внутри это же надо все помыть, чтобы это все просохло. Чтобы не размножались какие-то там микроорганизмы. Я еще понимаю, какие-нибудь шоперы. Там, с ними ходить в магазин. Это тоже дело привычки, которые у меня пока не соблюдаются. Многоразовые ватные диски. Еще куда ни шло. Но вот что касается вот всего такого, мне пока это не близко. Своей стороны, я просто стараюсь, например, если там это какие-то пластиковые пакеты. Дома это пакет с пакетами, который потом используется повторно. Или, например, те же пластиковые контейнеры. То есть на кухне или в ванне удобнее, когда это то, что легко моется. Если где-то что-то протечет, помыть и все хорошо. Следующий пункт, который я назвала, это находки с Wildberries. Это может быть любой маркетплейс, но просто на YouTube в тех же шортах у меня попадаются чаще именно находки с Wildberries. Поэтому я так и назвала. Последнее, что у меня, ну что я считаю конкретно, наверное, захламлением квартиры и дома. Это я видела, так как вы знаете, я вставлю, если найду, захватыватель для волос. То есть не просто что-то для чистки. А я так поняла, например, у вас вы там обнаружили волосы или там на одежде где-нибудь. Провели туда рукой или чтобы зацепилось это все, чтобы не шло это все в ванну. Потом какие-то, знаете, в виде резинок, такие на рукавнике. В виде таких больших резинок для волос на рукавнике, на арке, когда вы умываетесь, чтобы вода не стекала до локтя. Вставки для ложки, когда вы готовите, чтобы не испачкать поверхность. По мне, можно с таким же успехом взять блюдце и положить. Потом это все просто помыть. Есть, конечно, очень много и полезных вещей, поэтому я вот стараюсь тщательно к этому покупке новых вещей подходить. Вот в таких находках с Wildberries я поняла, что намного пользу я получаю, когда я захожу в комментарии к этому ролику, например. И оттуда намного больше советов. Следующее, на что я не трачу деньги, это курсы, марафоны, гайды. Когда я вот начала шить те же сумки, есть и бесплатные мастер-классы, и мастер-классы, которые продают и показывают наиболее какие-то, ну, как они объясняют, более такие точные моменты с точки зрения технологии. Вот, но я тот человек, который, в общем, сначала я перерою всю бесплатную информацию. В общем, методом проб и ошибок будет что-то отшивать. Ну, мне кажется, у меня неплохо так получается, и все это я делаю по бесплатным мастер-классам. Что-то где-то я поняла сама в процессе шитья, и вот я также это делюсь на своем канале. Вот, но это уже кому как проще получать информацию. Кто-то предпочитает потратиться на это, но сэкономит, например, время. Это уже тоже, ну, все субъективно. Далее, следующая категория, это дорогая детская одежда для детей. Я просто, ну, вот со своей позиции, например, не сторонница того, чтобы покупать новую детскую одежду или дорогую детскую одежду для малышей и для деток, которые начинают потом познавать мир. Ну, что-то, понятно, мы покупаем, там, из одежды, из обуви, но вот так вот глобально, например, для домашней носки, я об этом не вижу прям какого-то смысла, потому что, если говорить про период от нуля до шести месяцев, то ребенок так глобально не пачкается. Он не потеет, не ползает, там, не ходит. Да, он может где-то срыгнуть, может протечь подгузник, но вот так глобально и так сильно одежда не изнашивается. Если говорить про возраст от шести месяцев, там, или год, ну, и дальше, да, когда ребенок начинает познавать мир, когда он ходит, когда он ползает, он пачкается, начинается прикорм, здесь я тоже не вижу смысла покупать новую, там, и уж тем более дорогую одежду, потому что ее, ну, в каких-то моментах может быть просто, например, жалко. Поэтому я покупаю на Авито, вот такие вот, прям так я вожу пакет вещей, например, для девочки такого-то размера. Потом просто фильтрую, что годится, что нет, изначально стараюсь брать то, что уже в хорошем состоянии, а потом просто докупаю того, чего не хватает. И это также экономит и бюджет, потому что очень много вещей продается на Авито, которые прям в идеальном состоянии, и у них из-за того, что ребенок очень так же быстро растет, потом просто, ну, они очень сильно падают в цене. Следующий пункт для меня, скорее, осознание, что можно не тратиться на химчистку. Можно на Авито также, например, брать в аренду какие-нибудь моющие пылесосы, если у вас дома нет, но при этом вам нужно что-то почистить. То есть берется на сутки, и там, по-моему, вот я в своем городе смотрела где-то 500-1000. Вместе с моющим вам привозят, например, можно и поменьше взять, там, часов на 6 или на сутки, и вы уже сами показывают, как им пользоваться, вы уже сами моете и чистите, что вам надо. С одной стороны, это экономит также на времени, то есть вам не нужно отдельно куда-то что-то везти, а это могут быть какие-то крупные габаритные, например, вещи, например, матрас. Есть текстиль у тех же колясок или автокресел, которые не снимаются. Вот у нас сейчас в прогулочной коляске не снимается текстиль, в автокресле, как я ни крутилась, он тоже не снимается, и куда-то это отдельно везти, но это еще ладно. Но можно также и помыть салон автомобиля. Вот что касается автомобиля, я люблю сама его мыть на автомойке, сама люблю его чистить. Вот, то есть это экономит и время, и деньги. Да, это нужно будет делать самому, все это мыть, но меня это вообще лично никак не напрягает. И последняя категория косметики. На тему косметики у меня есть отдельное видео, где я просто делюсь своими лайфхаками и наблюдениями по экономии косметики, и вы можете также посмотреть. Но я вот что не сказала в предыдущем видео и вспомнила, на что я вообще не трачу деньги и вообще не покупаю, это парфюм. Вот, ну как-то так сложилось. И когда я была подростком, я где-то там брызгалась мамиными духами. Потом, когда я стала постарше, я поняла, что... Ну, во-первых, мне сложно подобрать тот аромат, который бы мне нравился, а потом я поняла, что мне в принципе мешает само наличие аромата. Неважно, на ком-то, на себе. И, ну, особенно если его прям очень много, мне это не мешает. Вот, поэтому я решила полностью отказаться от парфюма. Мне конкретно это не надо. То есть, да, мне важно быть чистой, соблюдать правила гигиены, пользоваться дезодорантом. Но в самом парфюме для себя я пришла к выводу, что он мне вообще не нужен. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. А также в комментариях пишите свои мнения на этот счет, как можно сэкономить бюджет, какие-то ваши, может быть, личные лайфхаки. Увидимся в следующих видео. Пока.